В селе Тарханы Батаревского района отметили день рождения знаменитого земляка, художника и педагога Алексея Фанасьевича Кокеля. Выпускник Санкт-Петербургской художественной школы, он был одним из основателей Харьковского художественного института и долгое время преподавал там. Алексей Кокель стал первым художником из Чувашии, получившим академическое образование еще в дореволюционное время. В те годы молодым людям из национальной глубинки, да еще и из бедной семьи пробиться было крайне сложно. Но несомненный талант Кокеля привел его сначала в рисовальную школу, а затем и в высшее художественное училище при академии. За дипломную работу в Чайной его наградили поездкой в Италию. Земляки с большим уважением относятся к памяти Алексея Фанасьевича. Имя Кокеля стало своего рода брендом не только для села Тархан, для района, для республики, но и для всей России. Именно именем Кокеля узнают наше село Тарханы. В советское время Алексей Фанасьевич работал в Харькове, оставил после себя много учеников. В память о нем на родине художника в Батаревском селе Тарханы уже много лет, каждое лето собираются художники из России и Украины на Кокелевский пленэр. Организатор этого творческого форума искусствовед Владимир Васильев многие годы посвятил исследованию творчества своего земляка. Монография «Кокель» выдвинута на соискании государственной премии в области науки и техники. Как один из исследователей, который изучал жизнь и деятельность Алексея Фанасьевича Кокеля и показал его на фоне российского художественного искусства и мирового. Это Владимир Александрович Васильев, профессор Чувашского университета. А в селе Тарханы уже начали подготовку к 140-летию Алексея Кокеля, которая состоится в марте 2020 года.